Этим утром оккупанты вновь срочно закрыли аэропорты, и ввели секретный план бабушкин ковер, при котором самолеты не могут как взлетать, так и садиться. Как оказалось, неизвестные беспилотники летали в Московской области, а один из них якобы был сбит в Тверской области над Завидово, где расположена госрезиденция так называемого президента РФ. Аэропорты в Москве уже закрывают каждый день, и если так пойдет дальше, возможно оккупантам придется полностью закрывать небо над Московской областью. Но они это делать очень не хотят, так как это будет признанием, что у кремлевской хунты что-то идет не по плану. А если так подумать, то зачем россиянам летать? Все равно санкции, нехватка запчастей, и в любой момент самолет может упасть. К тому же российские так называемые патриоты должны сидеть дома, ведь зачем им летать в страны НАТО, с которыми они якобы воюют. Вот так Украина начала прижучивать российские аэропорты, и диктует свои правила, которым россияне вынуждены подчиняться. И это только начало, потому что в наших планах полностью перекрыть воздушное пространство над Московской областью. А тем временем у Украины появляется больше беспилотников, способных атаковать территорию России. К примеру, вот этот реактивный красавец украинского производства UG-23 имеет полезную нагрузку 10 кг. Он летает со скоростью 800 км в час, и способен поражать объекты на расстоянии до 400 км. До Москвы конечно не достанет, но в радиусе 400 км может легко поражать аэродромы и военные базы. Вполне возможно, что вот такие реактивные дозвуковые мопеды скоро массово полетят на Россию. Между тем США продолжают помогать нам с разведывательными данными и прислали в Черное море беспилотник. Весь вчерашний день с самого утра, и всю ночь он собирал данные на крымском направлении. Разве данные помогут нам в нанесении будущих ударов по военным объектам на территории Крыма? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.